Добрый вечер. В студии Алмаз Хакимов. Вот главные новости к этому часу. Скорость снизить имена пьяных, публиковать, что еще предложили сегодня о безопасности, говоря о безопасности движения на дорогах республики. Все гениальное, просто. Награды за лучшие идеи получили ученые и новаторы Татарстана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что касается вождения в пьяном виде, то фамилии таких водителей нужно размещать в интернете и делать это в рамках закона. Тему продолжит Василия Хузина. Сразу несколько аварий за неделю со смертельным исходом. И в двух случаях на машинах была летняя резина. Так что сейчас автоинспекторы проверяют и колеса. Смотрят не только на наличие шипов, но и на рисунок и отсутствие повреждений. Идет износ колеса, покрышки. В этом случае может лопнуть шина и колесо. Когда разрыв произойдет, машина вылетит на встречный полоскодорожный движение. Погибших на дорогах в этом году меньше не стало. Около 700 человек. Часть смертей из-за нетрезвых водителей. Для борьбы с ними президент предложил создать сайт, где размещать имена и фото нарушителей. Если штрафы не помогают, возможно справится общественное порицание. Сегодня автомобиль угроза для людей. Реально это угроза. И мы должны регламентировать эту угрозу. Второе. Как можно, чтобы человек, который в алкогольном или наркотическом опьянении, садится за руль и является участником дорожного процесса. С ними надо жестко бороться. Но самое страшное нетрезвые водители бывают и за рулем школьных автобусов. Например, в мае Пьянова за рулем задержали, когда он вез детей из спортивной секции Арского района в Казань. А в ноябре похожий случай был в Альметьевске. В итоге 12 раненых и один человек погиб. И вновь предрессивный медосмотр не проводился. И водитель опять нетрезвый. Непонятие принципа отбора персонала должностными лицами администрации Альметьевского. Водителям детского автобуса берут человека, ранее лишавшегося права в управлении транспортом в нетрезвом состоянии. Никого не осторожил. Это обстоятельство, что только за октябрь этот водитель 14 раз попадался за превышение основной скорости движения. Кстати, о лихачах. Речь зашла о допустимом превышении скорости в 20 км в час. Зимой при плохой погоде это слишком много, считает Рустам Мениханов. Поэтому на опасных участках будут ставить знаки 40 и 50. Строже будут спрашивать и с автошкол. Выяснилось, некоторые из них работали без лицензии на старых поломанных машинах. Сейчас их ждет более строгая проверка. Василия Хузина, Равкат Зиадинов, Вести, Татарстан. Президент Татарстана Рустам Мениханов поздравил митрополита Казанского и татарстанского Анастасия с 25-летием служения. Вы сумели многое сделать для укрепления и расширения церковной структуры. В регионе внесли важный вклад в сотрудничестве с представителями других конфессий, говорится в Телеграме. Сегодня премьер-министр Татарстана провел заседание Совета Венчурного фонда Республики, на котором были подведены итоги ежегодного конкурса «50 лучших инновационных идей». Позже состоялась сама церемония. Чем отличились ученые и новаторы в репортаже Екатерины Сударевой? В этом холле на один квадратный метр больше изобретателей, чем когда-либо это было. На подведение итогов конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» приехали ученые, работы которых признали рентабельными эксперты. Девятиклассник Алексей Сайфулин из Кукморского района придумал уникальную электронную заслонку для газовых котлов, которые обогревают деревенские дома. Изобретение помогает сохранять тепло и таким образом экономит деньги за газ. Свою идею мальчик доводил до ума вместе с учителем физики после занятий. Она перекрывает дымоход временно для вентиляции, от вентиляции. Для того, чтобы теплообменник меньше, тише остывал. Алексей Геннадьевич Сайфулин. Заслонка для газового котла ученика деревенской школы не требует больших затрат при производстве. Все гениальное просто, посчитали члены жюри и присудили Алексею приз в номинации «Перспектива». Лучшие проекты конкурса выбирают по главным критериям. Значимость для экономики Республики и возможность воплотить идею в жизнь. Очень важно, что и вообще за эти годы мы не только получили большое количество заявок, это более 10 тысяч, но мы сформировали с вами вместе понимание того, что это конкурс, которым может принять участие каждый. Очень важно доверие бизнеса. Мы сегодня видим, что бизнес большой, крупный бизнес, все с большим интересом относится к нашим с вами проектам. Призовой фонд конкурса 100 тысяч рублей, но деньги не единственная награда. В этом году впервые в качестве экспертов в Казань приехали специалисты из Сколково. Они прислали своих экспертов, была довольно-таки плотная работа. И к тем деньгам призовому фонду, который обычно выделяли мы вместе с фондом содействия развития венчурных инвестиций в научно-технической сфере, получилось паритетно выделено еще 10 грантов по 1 миллиону рублей паритетно. И все эти компании, которые одобрал фонд Сколково, станут резидентами Сколково. Всего на конкурс прислали почти полторы тысячи заявок, причем не только из Татарстана, но и из других регионов страны. Больше всего заявок было в области образования, экологии, природопользования, нефти и газа и сельского хозяйства. Гораздо меньше, всего 7, в области безопасности и противодействия терроризму. Екатерина Сударева, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан. Сделать подарки воспитанникам Нурладского детского дома и для малышей с диагнозом ДЦП. С инициативой вышли волонтеры. Список заветных желаний есть, но купить все и сразу они не могут. Нужна помощь неравнодушных людей. Подробности далее. На этом листочке список заветных желаний ребят из Нурладского детского дома. Те, которые уже точно сбудутся, Гульнара Минигулова вычеркивает. Это значит, что нашелся тот, кто сможет купить подарок и Дед Мороз передаст его адресату. Вот уже 7 лет Гульнара и те, кто принимает участие в проекте «Осуществи мечту», помогают желаниям ребят из Нурладского детского дома сбываться. Самый первый раз это все случилось так спонтанно, что мы просто детишек попросили написать, как бы им хотелось, чтобы мы с ними играли, вот их пожелания. А кто-то написал, я хотела бы куклу или там, я хотела бы еще что-то. И, как бы, увидев эти письма такие искренние и особенные, мы как-то... Там тогда еще было только 10 желаний, и вот мы так хотели их исполнить и попробовали. В детском доме ребята разных возрастов, но каждый из них ждет новогоднего чуда. Даже тот, кто уже не верит в Деда Мороза, надеется, что не останется без подарка. До праздника в детском доме осталось чуть более 10 дней, но в списке еще много подарков, которые нужно купить. Чтобы присоединиться к доброму делу, достаточно ввести в соцсети название проекта «Осуществи мечту» и зарезервировать подарок за собой. Еще одну новогоднюю елку, но уже для детей с диагнозом ДЦП, планирует провести благотворительный фонд «Радость детства». Наш фонд как раз хочет помочь провести, организовать им вот это новогоднее мероприятие. Подарите «Радость детства» таким детям, детям ограниченным, вот в этих детских радостях. Их не так много в их жизни. За госсуществование фонду удалось немало. 50 детям было оплачено лечение, реабилитация и лекарственные препараты. Адресная помощь оказывалась детям с ограниченными возможностями. Многодетным и малоимущим семьям, воспитанникам детских домов. 22 декабря должно состояться новогоднее театрализованное представление для 300 детей с диагнозом ДЦП. Каждый из приглашенных ребят получит подарок и незабываемые впечатления. Это второй наш Новый год. Мы очень готовимся к нему. Мы с удовольствием пойдем. Принять участие и помочь состояться этому празднику может каждый из нас. Перечислить средства на проведение праздника можно с помощью смс. Короткий номер 7715 в начале слова «фонд пробил» и «сумма пожертвования». С организаторами фонда можно связаться по телефону на нашем экране. Алия Сафина и Мария Матвеева. Вести. Татарстан. Здоровое будущее ценой в миллион. В дорогостоящем лечении нуждается трехлетняя Лейла Батирова. У девочки эпилепсия. Половину сумм удалось собрать. Семья надеется на помощь благотворителей. Фируза Анасырова продолжит. Маленькая Лейла – ребенок долгожданный. Первые месяцы после рождения она ничем не отличалась от сверстников. А затем, как гром среди ясного неба, прозвучал диагноз врачей. ДЦП и эпилепсия. Мне казалось, что я ее теряю. Ужасное состояние, конечно. Сейчас я привыкла. Не то, что я нормально отношусь к этому. Нет, просто уже прошли этот этап, пережили. Надо просто дальше жить. Надо просто сейчас бороться с этими приступами. От Лейлы мама не на шаг. Очередной приступ может случиться в любую минуту. Болезнь напоминает о себе по несколько раз на дню. Из-за этого задержка умственного и психомоторного развития. В три года малышка еще не ходит и не говорит. Услышать долгожданное слово «мама» и «папа» мечта Ленары и Тимура. Мы хотим жить, как вся обыкновенная семья. Гулять по паркам, ходить по магазинам. Чтобы у него включилось понимание и услышать долгожданное слово «папа». Помочь малышке готовы специалисты из Испании. Стоимость лечения почти миллион рублей. Половину суммы собрали. Взяли кредиты, помогли родные и просто неравнодушные люди. Но этого мало. Нужно еще 400 тысяч. Я обращалась в благотворительные фонды. То есть куда-то я отправляла документы, ответа не поступила. Куда-то я звонила, уточняла. Везде очереди, заявки не принимаются уже. И конец года, и народу уже много кто в очереди стоит. То есть нам ждать тоже нельзя. Каждый день промедления – это упущенный шанс на выздоровление, говорит Ленара. Девочке все сложнее справляться с приступами. А потому единственная надежда на неравнодушных татарстанцев, которые могут подарить маленькой Лелле жизнь без боли и страданий. Фируз Насырова, Александр Решеткин, Вести, Татарстан. В ткань, которая лечит в Казани, сегодня открылась выставка текстиля. Представлены почти все отечественные и зарубежные производители. В ассортименте сотни полотенец, покрывал и одеял. Есть и экзотические из трусиного пуха, например. Посмотрите, как оно тянется. То, что оно тянется, вот такую ниточку можно растянуть до метра и больше. Насколько хватит руки. Такое одеяло делается только вручную. Выставка полностью меняет представление о текстиле. И в легкой промышленности очень много ноу-хау. Вот как это одеяло. Шелк не только снаружи, но и внутри. Распущенные коконы тутового шелкопряда. Под ним легко спать. Оно отличается хорошей воздухопроницаемостью. То есть, когда вам жарко, оно создает эффект внешней прохлады. А когда вам холодно, оно будет вас согревать. И что важно для хозяек, не собирает пыли. То есть гипоаллергенно. А другое одеяло полезно для тех, кто страдает от травматизма. В состав верблюжьей шерсти входит такое вещество, как ланолин. Это животный воск, благодаря которому шерсть обладает уникальными целебными свойствами. Такое одеялко не только будет вас греть, но и лечить. Все суставные боли, а также боли мышечные. Сотни видов текстиля. Полотенца, халаты, покрывала, постельные комплекты. Бязь, поплин, бамбук, сатин, сатин, жаккард. Разные размеры, расцветка всех цветов радуги. Главное, все очень просты в уходе. Один такой комплект прослужит 10 лет. Такая ткань делается из молодых побегов бамбука. Путем вычесывания делают целлюлозу. И получаются такие великолепные ткани. Выставка на Казанской ярмарке работает с 11 до 19 часов по 15 октября. Альбина Батышин, Тимур Гатаулин, Вести, Татарстан. Далее прогноз погоды. После вернемся в студию Вестей. Генеральный спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Зао Эвалар». Как стать хозяином своих эмоций? Принимайте пустырник «Форте» с уникальной формулой спокойствия. Пустырник «Форте» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. Завтра в Татарстане облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем с метелью, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 14-19, при прояснениях до 24 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем 6-11 градусов мороза. На дорогах гололедица геомагнитное поле земли неустойчивое. Только с 6 по 25 декабря все норковые шубы от 29 тысяч рублей. В рассрочку на 24 месяца. «Ламур» ТРЦ «Южный». Если хочешь ты в круиз, в интерволгу терапис. Скидки на круизы до 20%. Это вести Татарстана. Спортивная лихорадка захватила Казань. Бум на коньки и лыжи. Тем более, все это уже есть где обкатать. Катки открыты и под крышами. По площадкам массового спорта прокатилась Карина Насруддинова. О цене и спросе в ее сюжете. Предновогодняя лихорадка и в спортивных магазинах. Лыжи и коньки разлетаются быстро. Понравившуюся пару можно здесь же протестировать на искусственном льду. В выходные на мини-каток выстраивается очередь, рассказывают продавцы. Среди тех, кто решил устроить тест-драйв и семья Минаковых. Итог покупка сразу трех пар. Мне очень понравилось кататься на коньяках. В этом году хотим поставить его на ноги, на каток, чтобы он учился потихоньку, приобщался к спорту. Вот выбираем ему коньки. Очень хорошая модель нам понравилась. То, что ребенок с каждым годом растет, соответственно, и ножка у него тоже растет. И вот коньки универсальные, получается, раздвижные. А куда идти кататься? Если в приоритете комфортная температура, вне зависимости от градуса за окном, тогда на закрытый каток. В Казани их около 10. Цена билета варьируется от 80 до 150 рублей. На некоторых катках по определенным дням можно кататься бесплатно. К примеру, на ледовой арене Акбуре, что в Приволжском районе Казани. Для этого нужно заранее записаться в администратора и получить пропуск. Тех, кто любит катание с ветерком на свежем воздухе, ждут на открытых катках. Они есть в каждом районе Казани. Одна из самых больших площадок в центре города – это стадион «Трудовые резервы». Лед здесь не тает даже при положительной температуре. Специальный компрессор, трубы которого уходят прямо под лед, непрерывно охлаждают его. Час катания здесь обойдется в 60 рублей со своими коньками и в 100 рублей с прокатом. Подходящую пару обещают подобрать на любой размер. А в парке рядом можно встать на лыжи. В будние и выходные праздники любители активного отдыха здесь ждут до пяти вечера. Взрослым прокат лыж обойдется в 120 рублей, детям скидка 50%. То, что пенсионный возраст, то, что немножко знаешь, что здоровье не очень хорошее. И поэтому я это решила, думаю, наверное, надо слышать начать. Энергия – это точно. А от того, что я измеряю давление, у меня давление, какое я хочу. В Казани шесть официальных площадок для катания на лыжах. Их утвердил исполком города. Вблизи лесных массивов установили палатки, где можно перекусить, попить горячий чай или кофе. Там же можно взять лыжи на прокат. Еще одно место для зимнего отдыха откроется возле стадиона «Казань-арена». Там появится бесплатный каток и концертная площадка с новогодней елкой. Здесь в ночь с 31 декабря на 1 января казанцы встретят огонь Олимпиады 2014. Карина Насрудинова, Адель Миндубаев, Ленар Хабибуллин. Вести Татарстан. Сегодня 60 лет Андрею Макаревичу. Его песни стали международными. Любили их не только в Советском Союзе. Сейчас у него масса поклонников в России и за рубежом. Сегодня жители Китая, Вьетнама и Бангладеша поздравили создателя «Машины времени» с юбилеем. Он создал «Машину времени». Не одну, а две. Во-первых, свою легендарную группу. Во-вторых, музей социалистического быта, который переносит посетителей на полвека назад. С его легкой руки, вернее ноги, здесь появился первый экспонат – джинсы. А потом раритетные фотографии, пионерский барабан и чехол от гитары, с которым ходил на репетиции. С такими чехлами музыканты ходили в ДК «Энергетик» знаменитой в Москве. Тут место тусовки, где собирались практически все достойные рок-музыканты того времени, московские. Не только с Казанью такие тесные связи у Андрея Макаревича. Его песни даже за океаном поют. Вот гости из Соединенных Штатов. Специально к юбилею рок-музыканты выучили пару куплетов. Он известный певец в России. Ну, для нас это похоже на… А что такое? Баб-баб-делэль? Гостям из Китая, Вьетнама и Бангладеша сравнить Макаревича не с кем. Для них он неповторим. И песни девушки поют так душевно, когда же у самого Андрея Вадимовича не получается, перешептываются в зале зрители. Юбиляр уже в курсе, какой необычный подарок ему привезут из Казани. Интернациональное музыкальное видеопоздравление. Даже сказал, что такого удивительного сюрприза за 60 лет у него еще не было. Только я земляну прямо, это вонная ерунда. Только мы землянем прямо, это вонная ерунда. Дарья Турцева, Иравкад Зиадинов. Вести Татарстан. Символ универсиады Барсик Юни возвращается. Но теперь он талисман чемпионата мира по водным видам спорта. Он пройдет в Казани в 2015 году. Сегодня голосование завершилось. Победила работа Настя Цыгиной из Казани, Барсик которого она нарисовала сейчас на экране. На этом все. Хороших встей. До встречи на канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин